Молодой специалист Константин Синичкин, ветеринар клиники «Свой доктор», начал свою работу с начала августа. В Саров врач приехал по приглашению после окончания Чувашского аграрного университета по специальности ветеринария. До этого у Константина был четырехлетний опыт работы ассистентом и фельдшером. Как признается молодой человек, сначала он хотел стать обычным лечащим врачом, но потом выбрал работу с животными. Потому что здоровые и счастливые питомцы – главная благодарность ветеринара. Хотя Константин Синичкин работает всего около месяца, на практике уже были интересные случаи. Приходил мне кошечка, у которой есть урологическая проблема, мочекаменные заболевания. Были они в стороне клиники, пришли к нам, мы поставили диагноз, начали лечить. Но у нее очень странно, что антибиотик не сразу начал работать. И только сейчас мы с помощью правильной диагностики поставили хороший диагноз и нашли эту бактерию, которая давала нам не вылечить кошку. Врач рассказал, что кошки стареют с четырех лет, поэтому профилактические осмотры нужно проводить раз в год, а после восьми лет жизни – раз в полгода. Собак также нужно регулярно осматривать, сдавать анализы, ставить питомцам прививки. А породистые собаки нуждаются в особенном внимании. Профилактические мероприятия очень важны – это вакцинация, это всегда обрабатывание от гельминтов, то есть дегельминтизация, также обработка от эктопаразитов. Почему? Потому что многие болезни приносятся у нас комарами и клещами, как и микроскопическими, так и содовыми, например. Приносят в клинику чаще всего питомцев заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с урологическими и кардиологическими проблемами. Для того, чтобы избирать болезни домашнего любимца, врач рекомендует придерживаться нескольких правил. Не кормить животного сверх меры, следить за тем, чтобы в миске всегда была вода, вовремя вакцинировать кошку или собаку, и самое главное – не затягивать с визитом к ветеринару, если у животного есть какие-то симптомы. Часто мяукает, часто что-то не так делает, то есть он не свойственно ему. Это всегда говорит о какой-то проблеме. Даже часто и болезненности возникают, трогаешь кота, он такой, ой, сбрыкнет, значит, что-то болит. Значит, надо прийти и посмотреть. В планах у молодого ветеринарного врача самостоятельно контролировать лабораторную работу, а также заниматься просветительской деятельностью. Константин Синичкин принимает в пятницу, субботу и воскресенье в клинике «Свой доктор» по адресу улица Зернова, 65. По всем интересующим вопросам звоните по телефону 37901 или 8908-762-0901.